Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Огромное спасибо, что заглянули. Сегодня у нас мукбанг, жульен. Давно его не было, просто огромная порция. Наверное, все не съем, но в любом случае мы с вами попытаемся. Рада вас всех приветствовать и хотелось бы изначально извиниться за то, что я не продолжила неделю влогов. Но я вам изначально говорила, не знаю, у меня получится или нет. В декабре я буду стараться снимать как можно больше влогов, но неделя влогов у меня не получилась. У меня вчера, если честно, вообще настроения не было. И я не стала себя заставлять. Точнее, я вначале начала себя заставлять, но потом я поняла, что контент получается ужасный. Я просто в этот день посидела, порисовала. Когда у меня нету настроения, какие-то такие моменты, я включаю какую-то грустную песню и начинаю рисовать. Рисунки у меня получаются прям супер. Так что хочу перед вами извиниться. Горячо, давайте начнем с десерта. Обычного все в конце, но в этот раз давайте вначале. И в этот день, когда мне было очень грустно, я встретила свою подписчицу, прикиньте. И мы с ней постояли, столько поболтали о том, о чем обменялись инстаграмами. Точнее, она показала свою страницу. Я вот как будто по улыбке почувствовала, что она меня знает. Она так посмотрела на меня, так улыбнулась. Я ей улыбнулась в ответ. И как-то так получилось, что... Не знаю, бывает ли у вас так или нет. Но я вот иногда прям чувствую что-то родное в человеке. У меня так было с визажистом Нармина, в котором я ходила. И вот сразу почувствовала от человека такую доброту, ну что-то родное. Иногда мне просто не хватает общения. На улице так холодно. Это вообще нечто. У нас 4 градуса сегодня, прикиньте, плюс 4. Для нас это очень холодно. Смотрю всех блогеров, все говорят, не выходите на улицу. На улице очень холодно. Не выходите. Я поставила себе в инстаграм нашу температуру. И все начали угорать. Типа, блин, вы думаете, это холодно? И начали показывать скриншоты, отправлять мне, сколько у них градусов. Я просто офигела. Там даже минус 37 было. В первый год, когда я зимовала в Баку, у меня постоянно было ощущение, что зима не началась. Вот-вот она начнется. Вот-вот. Потом я смотрю, уже январь. Вроде нет холодов. А сейчас я так привыкла к такому климату, что я не представляю, как жить где-то, где холодно. Хотя, наверное, ко всему привыкаешь. Но к хорошему привыкаешь намного быстрее, чем к плохому. Секрет вкусного жульена заключается в том, что надо класть как можно больше грибочков и сыра. Очень горячий. Я не люблю, когда еда такая горячая. Иногда смотрю, как едят Николая в Фэмили. Они прямо горячие кушают. Это, наверное, от привычки зависит. Я привыкла вот еле теплое кушать. Вот это мне нравится. Это мне нравится. У меня еще что-то в дороге очень запоздал заказ Шейн. Там очень много теплых вещей. Я даже там себе взяла платье, которое надену на день рождения. Заказ что-то застрял. Не то, что застрял, он просто что-то не отслеживается уже несколько дней. Я надеюсь, что все приедет. Потому что там кое-что из бижутерии есть не мое. Я вот всегда боюсь заказывать кому-то из-за ответственности. Если мне что-то не придет или придет в плохом виде, я думаю, окей. Но если не придет что-то моим знакомым, мне будет максимально неудобно. А там это... Был у меня купон. Надо было заказать там на 180 или на 200 долларов. Чтобы получить какую-то скидку. Я точно не помню, какой купон у меня был. Но в общем, чтобы использовать этот купон, мне пришлось столько всего заказать. Наверное, маркетинг как раз-таки разрабатывает эти купоны. Рассчитывает на таких людей, как я. Чтобы покупали. Я ведусь на такие вещи очень жестко. Бегать с подругой по телефону, болтая. А это у нас происходит просто часами. Мы можем часами болтать. В подробностях рассказывать друг другу о всех проблемах. И я такой человек, я умею слушать. И вот когда я слушаю разные ситуации в жизни моей подруги, там даю какие-то советы. И не всегда дельные. Я разговариваю по наушникам. В руках у меня телефон. Приложение Shane. Я там лазю. И смотрю, что я хочу заказать. Вот этот вот свитер тоже заказывала туда. Мне просто кажется, онлайн-шоппинг, он настолько удобный. Еще материал можно было пощупать, как-то вообще было бы классно. Обленились вообще корм Твиксу. Заказываю онлайн. Доставки еды какие-то онлайн. Одежду заказываю через Shane. Но иногда, конечно, и по магазинам хожу. Естественно, без этого никуда. Но мне удобнее все-таки лежа на своей кровати. Еще у нас в Моллах такие очереди. Раздевалку. Особенно в зале. Стоять, ждать, мерить. Еще знаете, почему многие идут в Зару у нас здесь? Меряют, смотрят, выбирают модельку, фотографируют ее. А потом заказывают онлайн из Турции. Получается намного дешевле. Тоже оригинал. И в связи с этим очень много людей. Да и не только вообще. Если сравнивать со всеми другими магазинами, хотя местных производителей у нас тоже немало. Каких-то шоурумов, бутиков. Я не знаю, как вы замечали или нет. В Бешке, Манго, Страдивариусе. Больше всего людей. Особенно в Зарах. Очень много людей. Все что-то меряют. Что-то покупают. Гранат такой сладкий. Я съела половину жульена. Было реально очень вкусно, сытно, классно. Вам тоже огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я, наверное, сегодня целый день буду рисовать бумажные сюрпризы. И выпускаю для вас видео завтра. На этом все. Всех люблю. С вами была Айка. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok